Уважаемые господа, те, кто смотрит сейчас данную трансляцию, хочу сказать, что данная трансляция проводится с нашего горного морского курса номер 45. Я сейчас покажу людей, которые присутствуют, почему они вам помашут и передадут привет, пользуясь случаем. Им здесь очень плохо. Поэтому, если есть родственники, одумайтесь и спасите их. Помогите им, иначе их здесь загублю. Итак, мы сейчас будем выполнять хандрокалпазагмо. Это практика танкры, которая убирает от человека внутренние заболевания. Первое. Мы представляем, это можно делать всем дома. Она уникальна. Я вам говорю это серьезно. Она уникальна, во-первых, своей простотой и просто невероятной эффективностью. Вы можете в эзотерике ничего не делать. Выполняйте просто данную практику. Это настолько быстро вам вылечит ваше здоровье, изменит судьбу ваших близких, уберет у вас психические заболевания. Все заболевания связаны с головой, шеей, животом, неприятности, невезения, проблемы ног и костей и так далее. И легко же выполняется. Является духовным методом, который духовно очищает человека. Очень интересный хандрокалпазагмо. Итак, представляем, будто выпускаем из груди змей. Фу-то, из груди птиц. Фу-то, из груди птиц. Выпускаем из двух каналов двух классов змей. Сначала представляем, будто змеи выпадают черного цвета, после чего выпадают змеи белого цвета. Змеи белого цвета – это поражения энергетические, связанные с левой частью тела, черного энергетические поражения, связанные с правой частью. Ну что, по очереди начинаем их вытягивать. Представляем, будто из правой руки выпускаем черные ручьи – это остатки нашей желчи. Это уберет у нас злость, ненависть, а также долги перед прошлым. И вместе со мной все черное, черную жижу выпускаем. Черную воду, да? Представляем, будто переизбыток крови или грязную кровь, или энергетически загрязненный, выпускаем, перевернув ладонь от себя в виде черной крови, красной крови вместе со мной. Делаем вдох. Представили, будто наше туловище дерево, а на нем яблочки. Красные, их много, сочные, спелые, солнышко светит, листочки шевелятся. Делаем выдох. На вдохе произносим «ах». И выдох. И выдох. Представляем, будто мы здесь в темноте сидим, а перед нами видим, как будто дырочка, и там светит солнышко. И начинаем смотреть и дышать. Представляем, будто мы находимся в костре, сидим в нем. Спереди огонь видим, справа видим огонь, слева видим огонь, вверху видим огонь, сзади видим огонь, и под собой видим огонь. Делаем вдох и делаем выдох. Второй метод. Представляем, будто наши руки торчат, а мы сидим в чане со смолой. Ужас такой. При этом на нас светит солнышко, блестят наши ручки, блестят наши голова, но смола не кипит. Она просто там тепленькая, мы в ней купаемся. При этом нужно представить, будто вы никак не видите свое тело внизу. Это избавляет человека от всех заболеваний, тем самым сделает нас здоровыми. И начинаем дышать. Только руки и только голова. Все, достаточно. Вы представляете, каждый день в определенное время у меня выпадает какое-нибудь слово из какого-нибудь языка, которое я должен запомнить. И там сразу же пишется там в определенное время. Очень интересная программа. Выпадают слова, ты их читаешь, и после этого смеешься, ну и говоришь себе несколько раз, типа, надо же у этих людей там, воротник это, там, колор, колор, или там, она у итальянцев, там, ух ты что, у итальянцев, там, там, бабены, там, еще что-то. То есть, очень интересная такая программа, представляете, за один год, так вот нечаянно, вдруг потом со временем понимаешь, что ты знаешь кучу слов на всех языках. И потом летишь в самолете, там, француз разговаривает, то ты через одно слово что-то знаешь. О, будьте здоровы. Я знаю, как она называется, я могу сказать. Она очень интересная, можно сразу на несколько языков ее зарекомить. Но она платная. Называется Парла. 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 Называется Парла, их есть много. У меня стоит Парла со всеми, там, прибамбасами. То есть, такая, которая, все включено. Есть Парла Х, Парла М, у меня просто Парла. Очень интересная программа. Итак. Вот так вот берем и представляем, будто мы держим стакан. Этот стакан размещаем в своем сердце. Прикладываем или ложим ручку на ручку, все равно левую на правую. Лучше правую, а поверх левую. И представляем, будто там в середине сосуд. Сосуд размести в своем сердце. Пусть будет он тиглим сердечным. Лей к нему свою улыбку. Иди он так. И еще раз. Задора побольше. Я скажу, сейчас, секунду. Я скажу вам по секрету, мне тяжело. И даже страшно. Почему? Много людей сидят вот так. И при этом еще смеются. Пригласит вас кто-то в ресторан. Вы приходите. Я работаю сантехником. Почему он ко мне так плохо относится? Я смеюсь. Делаю эмоцию. Эмоционируй, эмоционируй. Итак, пусть будет он тиглим сердечным. Вей в него свою улыбку. Все, это уже срубило. Это уже внесли. Проехали дальше. Добавь в него все растения мира. Так, что я знаю? Значит, капуста. Так, что там еще? Брокколи. Ну да, собираем растения. Шалфей, чебрец, кориандр, малина. Малина растения. Раз, пойдет. Смородина, сливы. Все растения мира. А там мышиная травка. Там и так далее. Что на поле? Все, что растет, собрали туда. С деревья все пособирали. Там вишни, плоды, коренья. Все туда заткнули. Далее. Добавь в него все минералы. Ну что, берем лопату и начинаем. Там земля, глина. Там белые какие-то минералы. Там какие-то куски. Побросали туда. Дальше. Добавь в него все минералы. Было. Добавь в него силу животных. Табун лошадей. Бежит. Все, туда, в тигр. Дальше. Слоны бегут тоже. Сейчас в Африке пропали слова. Зубры нужны, но пускай будут, а что? Дальше. Кенгуру. О, пускай будут, пусть запрыгивают. Жираф. Отлично. У жирафов такой язык длинный, синий. Женщина, которая делает вот так, облизывая губы постоянно. Да, большинство. Были в прошлой жизни с жирафами. Поэтому не обижайте жирафов. Они хорошие. Самое благородное существо. Смотришь ему в глаза и понимаешь, что от него произошло много людей. Знаете? Я считаю, что блондинки от жирафов произошли. А мы от кого? Мы от благородных кроликов. Итак, кроликов туда, да? Мыши каких-нибудь, насекомых можно? Да давайте. Кого вы боитесь? Голубей? Голубей туда в этот кигель заткните. Змей тоже туда. Болков, тигров, львов. Крыс давайте. Можно все, что боитесь, туда положить. Итак, добавьте в него силу животных. Почему вы боитесь? Потому что уважаете. Змей можно. Вы боитесь их и уважаете. Раз человек боится, то может взять их силу. Вот таким образом. Да что хотите бросайте? Добавьте силу волшебных минералов. О, это самое лучшее. Берлянты туда. Изумруды. Янтарь. Рубины. В общем, сапфиры. Циркончики. Топазы. Ну, хватит выделываться. Потому что есть, скорее всего, человек, который все минералы знает. И сейчас начнется там хризопразы. Хризолиты. Как по мне, что хоть хризопраз, то хоть чароид одно и то. Точно. И туда же лопату песка. И вместе со мной делаем вдох. Делаем выдох. А теперь еще приятнее. Начинаем добавлять туда химическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева. Итак, золото, серебро, паладий, латину, рубидий. После этого сразу вопрос. Так, рубидий, рубидий. Что это, так рубидий? Алюминий, железо. Что мы еще знаем? Медь. Вольфрам, молибден, хром, цинк. О, добавили все. Все, конец нам. Теперь ступкой мысленно это все вот так потыкали. Представили, будто заливаем туда воду, которая растворяет. Такая определенная специальная вода синего цвета. И делаем, начинаем болтаночку делать. Делаем вдох и немножечко трясемся. Представляем, будто все растворилось. Ставим стаканчик перед собой с этой водичкой. И говорим, сейчас я выпью самую дорогую жидкость, которая уберет у меня. И дальше произносим каждое свое заболевание. И вместе со мной представляем, будто выпиваем. И делаем выдох. Еще раз. И выдох. Молодцы. А еще, там водичка осталась. Вот так на одну ручку, на другую помажьте и потрите. По лицу можно провести. Передайте моей маме привет. Мама, привет. У кого сейчас здесь находятся родственники, можете передать привет. Беречевская Наталья. Здравствуйте, всем очень рады. Дальше. Сегодня какой день недели? Среда. Так, сейчас 12 часов. Почему они не работают? Обычно мужчины... А, день независимости. О, супер. А, да, ну что? День независимости подразумевает, что у человека убирают все зависимости. Его лишают зависимости алкогольной, наркотической, а также забирают деньги и имущество. Чтобы человек был независим от имущества и денег. Правильно? Поэтому независимость не очень хорошо. Потому что можно быть независимым от денег и имущества, знаете. Ну и... Ой, обжегся. Поздравляют все сейчас находящиеся люди, жители Российской Федерации с Днем Независимости. Татьяна Измайлова. Доброе утро всем присутствующим здесь. Поэтому, если у вас утро, мы уже три часа работаем, кстати. Ладно. Раз они такие хорошие, пусть будут. Я их хотел отключить. И так, не спеша, повернувшись влево, необходимо гладить воздух. Так получаем благословление от защиты любого зла. Итак, представляем, будто это делаем с любовью. Ой, какая хорошая у нас воздух. Ой, такой приятный. Так сейчас, помню, в 61-м году. Дальше правой рукой делать. Ах, 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 ах. Кто ж мог подумать, что воздух может быть такой приятный. И делаем вот так, и произносим «ах». Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Отдыхаем. После этого необходимо было бы что-нибудь выпить. Обычно пьют что-то сладкое. Ну, если нечего, то тоже ничего страшного. И начинаем работать с 18-ю обязательными для этого морского курса, я по привычке говорю морской, обязательными для курса практиками. Это 18 кодов, которые убирают все заболевания человека. Даже если нам тяжело, сегодня мы будем ускорять эту вибрацию, или ускорять энергию, и будем более активно дышать. Давайте мы себе сделаем или поставим задачу. Поставим ручки и сожмем их, скажем, «Я, мужик». Что это нам даст? Смотрите, когда вы сжимаете вот так вот руки, говорите, «Я, мужик», то это, как ни странно, сжимает вам почки, сжимает вам сердце, и выдавливает из вас лишнюю жидкость. Понятно? Это стимулирует человека. Часть заболеваний, которыми вы болеете, с которыми вы приехали, это отсутствие правильной работы мышц. То есть сердце ишемическое, легкие, инфизим, недостаточные, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, телезеночная кишечная недостаточность, мочевого пузыря, недостаточность, вен недостаточность. То есть нам нужно это как-то стимулировать. Нужно каким образом? Вот так и делается. А энергия, которая должна быть, она мужская, которая это стимулирует. Почему женщины больше этим болеют, чем мужчины? Потому что у мужчин хватает энергии на то, чтобы стимулировать. Они могут быть жестокими, они могут быть громкими, они могут быть безрассудными. Женщина себе это позволить не может. То есть ее безрассудство. Мужские гормоны, ба-бах, женские. У мужчин на протяжении дня гормон выделяется. Первый час, второй час, одиннадцатый час дня. Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцать часов, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать три часа. У женщин гормоны выделяются на протяжении дня. При этом утром выделяется больше, чем вечером. Я могу сказать вам, что у женщин гормоны выделяются только тогда, когда она спит. И если вы хотите быть дольше молодой, спите как можно больше. Тогда вы будете дольше молодыми. Серьезно, если вы утром хотите поспать, то спите, после этого будете моложе. Вы, наверное, замечали, что женщина, которая просыпается к ребенку, когда ребенок рождается, она очень быстро становится взрослее. Это связано с тем, что она ночью не спит. А мужчины, наоборот, если они по ночам не спят, то они моложе выглядят. Ну что, пье на вдохе, пье та на выдохе. И быстрее. Давайте, мы мужик. А хорош. Так, пье биток. А ну-ка шевелитесь. Даже если не жабка. Так, шкай даратару. 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 Так, шкай даратару.